Приветствую вас, и работать вам нужно в нескольких направлениях. Первое направление – анализ того, что произошло реально, то есть по сути факт, если ни вы, ни она не делали ничего плохого, если вы никогда не оскорбляли, ничего не происходило негативного, то вы не виноваты. Второе – это осознание того, что человек понимает себя как профессионал, и, возможно, в определенный момент выхватился и понял, что с вами слишком сблизился, а ведь вы рано или поздно тренироваться, допустим, перестанете, уйдете, и общение будет прервано. Человек захотел сохранить свои личные границы, и это нужно уважать. Следующее направление, в котором вам нужно работать, это то, что касается повышения самооценки и налаживания правильных связей между вами и обществом. То есть тот факт, что вы наладили доверительные отношения своим тренерам говорить о том, что у вас нету достаточного количества друзей, знакомых, близких, которые бы вас удовлетворяли. Соответственно, вы ищете этих людей в других местах, и само по себе это здорово, но вы держите себя за человека так потому, что он по сути дела едва ли не единственный, с кем вы чувствовали себя легко. И вот эту проблему необходимо преодолевать. Потому что в данном случае это позволяет говорить о том, что человека вы используете как средство для растяжения своих целей. А это никому не нравится. Чтобы этого не было, нужно понять, что именно мамы их устраивают, что именно вы видели в этом человеке, и постарались бы потом в будущем этого добиться самостоятельно. Чтобы в отношениях выступать как независимый партнер, чтобы в отношениях чувствовать себя спокойно, равноправно и комфортно. Ну и самооценку повышать нужно постоянно в постановке задач, в постановке целей и успешного выполнения их в разных сферах. Тогда вы будете чувствовать, что достойны, тогда вы будете чувствовать, что вы ничем не хуже других людей. Если же человек перестал общаться с вами, то таков его выбор, такое его решение. и вы как бы позволяете этому человеку делать выбор, сами при этом тоже оставляете за собой право делать свой собственный выбор. То есть выбор, а больше не воспринимать этого человека как ценного для себя субъекта. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok